Туризм, Жаня Спорт, министр Ермек Вуромбайлу Маржихбаев, Тутенче Жагдайлар, вице-министр Баужан Мадилу Суздыков, Экология, Жаня Табиги, ресурс старт, министр Ерлан Нуралу Насамбаев. Коллеги, я напоминаю, что время брифинга ограничено, поэтому прошу задавать вопросы адресно и в рамках темы, заявленной на заседании правительства. Слушайте друг друга, пожалуйста, не повторяйтесь, и только по два вопроса от редакции. Кстати, еще напоминаю, если понадобятся подробности, то руководители пресс-служб ведомств здесь, можете обратиться к ним также. Итак, Тамара Валь, власть. Здравствуйте, первый вопрос к МЧС. Скажите, пожалуйста, вот вчера правительство давало информацию, что разработают систему раннего предупреждения паводков и цифровую карту схему прохождения паводковых вод. Скажите, почему этого не сделали раньше, только после того, как затопило полу страны, и когда, что будет в этой карте, да, и когда она появится? Здравствуйте. На самом деле есть разные, скажем, программы и разные платформы, которыми мы и до этого пользовались. И сейчас вот по итогам паводкового периода 2024 года будет уже сделана комплексная программа, которая будет охватывать полностью все вопросы, которые касаются всех государственных органов, и в том числе вопросов МЧС. Поэтому здесь надо понимать правильно, что время на месте не стоит. Мы как государство и государственные органы развиваемся, дальше продвигаемся, и здесь ничего такого нету, что если мы идем в сторону развития. Спасибо. А сроки? Сроки еще я не могу сказать. Эти сроки будешь оговариваться. Да, и скажите, пожалуйста, по Атраусской области, есть ли угроза подтопления Атраусского НПЗ? На сегодняшний день такой вопрос не стоит, потому что уже до того, как наступил паводковый период, и во время паводкового периода там были приняты превентивные меры, вам всем известно. Если вы подписаны все в телеграм-канал МЧС, посмотрите, там на сколько метров повышены валы, на сколько метров повышены защитные дамбы, там все есть. На сегодняшний день такой вопрос не стоит. Спасибо. Да, и можно вопрос Ермеку Баренбаевичу по кнопкам СОС? Вот вы сказали, что появятся кнопки СОС, что это будет отечественная разработка. Почему этого, опять же, не сделали раньше? Мы много лет говорим о том, что нет связи, но ничего не меняется. Почему только сейчас? Когда эти кнопки появятся, что это будут за кнопки, где они будут стоять, что за отечественные разработчики, сколько это денег в деньгах? Наверное, вопрос такой, он давно назревал, на самом деле. Вы видите, сколько сегодня, к сожалению, у нас в несчастных случаях происходит, это и в горной местности, и не только, скажем так, на курортах, где отдаленные лесные массивы. Вот в прошлом году только сколько человек мы потеряли, туристов, к сожалению, они не смогли подать сигнал. И, если говорить о кнопке СОС, она будет работать там, где нет интернета. Наш отечественный разработчик, их несколько, мы сейчас работаем с ними очень тесно. Там бюджетных средств не будет. Прежде всего, наши визит-центры, мы говорим о них, что у нас сегодня в национальных парках 12, в целом 17 визит-центров. И еще в этом году начинаем строить еще три визит-центра. Вот именно визит-центры будут, скажем так, отрабатывать вот по данному направлению. У них будет находиться кнопки СОС. То есть вы не можете сказать пока, не подать, сколько этих кнопок? В этом году, до конца года мы реализуем данный проект. А сколько этих кнопок понадобится по предварительным подсчетам? По предварительным подсчетам, я так думаю, около 5000 кнопок их будет в этом году. Около 5000 произведено. В деньгах я сказать не могу, но это бизнес, это бизнес, это рыночные отношения будут в этом. Три поставщика у нас есть со своими разработками. Где нет интернета, все будет работать через спутник. Вот, скажем так, в этом весь плюс данные кнопки СОС. Рахмин. Оксана Даирова, закон КИЗ. Здравствуйте. У меня тоже продолжение по вот этой кнопке СОС. Скажите, пожалуйста, это что будет? Это какая-то портативная кнопка? Это что, как можно реализовать? Это не портативная кнопка. У вас часы есть в науках? Вот примерно как часы. Мы будем нажимать, если будет какая-то проблема, через спутник будет подавать сигнал, что случилось, какая-то чрезвычайная ситуация, надо помочь. И это будет на каждому туристу при выходе на тропу, например, на маршрут? Ну, мы так планируем, мы так планируем, чтобы так оно было. А какие-нибудь нужны будут какие-то дополнительные мобильные приложения для того, чтобы вот эта кнопка заработала? Объясните, пожалуйста, просто весь механизм. Непонятно, как это все будет работать. Механизм, где нет, скажем так, связи, то, что мы говорим в интернет, там будем использовать через спутник данную кнопку SOS. Второй вопрос у меня к вице-министру по ЧАЭС. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда уже будет известна сумма ущерба от паводков? И есть ли какие-то предварительные суммы, расчеты? Сумма ущерба сейчас надо правильно понимать, и население тоже правильно надо будет довести. На сегодняшний день во всех акиматах, где были подтоплены населенные бункты и дома, созданы комиссии, комиссия работает. И мы должны с вами еще раз повторять, надо понимать, что в некоторых есть населенных пунктах, где еще вода не ушла, там еще работа не начата, и поэтому нам надо будет подождать. Нет, это понятно, а на сегодня есть какая-то сумма у вас, наверняка, где-то освещаете? Конкретную дату назвать пока еще рано. Еще раз говорю, сейчас ущербом занимаются акиматы, Министерство промышленно и строительства, то, что касается жилья, да, поэтому здесь конкретную сумму на сегодняшний день называть еще рано. А когда это будет известно? Надо подождать, сейчас комиссия работает, еще раз повторюсь, в некоторых населенных пунктах еще даже работа не начата, потому что вода еще не откачана. Спасибо. Рахмин. Аружан Дарибай, Тенгриньюс. Ермек Бурамбаевич, к вам вопрос. Вот ранее депутат Маслихата заявил о некой китайской революции туалета, и он заявил, что в Астане первоотерриотной проблемой является проблемой туалетов. По его словам, в Центральном парке всего 14 туалетов, из них 10 не работают. Что вы скажете по этому поводу? В Центральном парке где? В Астане. В целом, да, эта проблема волнует всех, наличие санитарных узлов. У нас за последние три года было установлено, в местах массового скопления туристов было установлено более 300, если точнее быть, 340 санузлов. В ближайшие два года у нас запланировано установить порядка 200 санитарных узлов, но эта вся работа делается совместно с местными исполнительными органами, то есть с Акиматами. Есть дорожная карта, по которой мы работаем. То есть этот вопрос, наверное, будет лучше задать столичному Акимату. Но вместе, скажем так, мониторим данную работу мы как Министерство отраслевое. Почему у нас тогда получается, что у нас везде туалеты закрыты? То есть они есть, но они закрыты? Ну не везде, наверное, туалеты закрыты. Но этот вопрос мы возьмем на контроль. Вот сейчас именно сезон начинается, летний, скажем так, курортный. Мы будем заниматься этим вопросом более предметно. А второй вопрос к министру экологии. Вот ранее произошел инцидент с Акимом, когда он задавил собаку. Вот что вы можете, вот как можете прокомментировать этот инцидент? Пожалуйста. Пациент комитета лесного хозяйства и животного мира Турганбаев Даньяр Голомич. Да, такой факт зарегистрирован. Правоохранительные органы там, я насколько знаю, административные процедуры по 407 статье привлекли к адам ответственности. Рахмет, Даврия Номаров адаладам. Экология министры Ерлан Нысынбайп Мырзаға сұрақ жасыл даму бойынша ескі көліктерді қабылдап, ақы түліп отырған, автоматтандырған жүйені түрлі сылтауларыма тұқтатып қойды. Енді сылтау таппағасын жаңа талаптармен қабылданады деп жарияланды. Онында нәтижесі көрінбейді. Енді сұрақ жасыл дамудың башылығына сіздің сөзің жүрмеймі, әлде олар сізді түрлі, әлде сіз олардың алдағанына түсіп алып жүрсіз ба? Сіз жариялаған айтқан бағдарламалардың соңыз өзіліп сұйырғым шақтанып кетпіра жатыр. Бұл бірнеші рет көтеріғатқан мәселе бұй. Жалпы айтарым, бұл жүрде өздеріңізге мәлім, сот қозғалының қозғалған соң робпезінде. Осы екі завод бірі қостанайда, ау сұрбашық екі қарналған өтилизат жасауға, екіншісі мұна қосы недегі қарағандытағы ресайсинг ұмытып түріне. Сол екі компания соттың шешім бойынша мемлекеттің жекеменшіліне өтті. Бүгінгі күнге мұна ұсы сұрақ боладау депмен жаңа мағылымат алғанда, бұл әзірше мұнау дүниемілік комитетінде жақынырада өзінің процедурасы бойынша конкурс жарияланып осы мекеме сатылады. Ал енді біз өзіміздің тарапыңыздан қазір сол өткенде айтылған өтелизақ жасау автоколіктерімен ауызшылаш көліктерін өтелизақ жасау программаны жасап, бүгін күнгі әзір ол тиісті мемлекетті ұрғындарда келісуде жақынырада бұл шаруаларды бұл түндірсақ, біз үрініқта бүгін күнгіні монополия болмайды енді. Біз зертеп қарағанда бүгін күнгі дүз 96 мекемеде ұрқшаптары бар. Осы лом жинап, темір жинап, мысалғы ескірген мәшен жинап, соңы өтелизақ жасауға. Солардың бүгінгі 5-6 ауы нақты барып көрдік жұмыс жасап тұр. Бүгін үрініқ әзір, тек қанып жазір осы, үш шараның алгоритм бергілеп берсеп, бұл жұмыс басталады. Ал енді, бұрынғы жасауатқан мекемелерді айттым, оны енді жақынара да оның тағдыры соң конкурс арқылы шешіледі. Екінші сұрак, ұтилизацияның барлық ауымы осы жасылдамудың есепші атына түседі. Сол қаржының көлемі қанша, қай банктерді қандай шарттарымен сақталып отыр? Сіздер енді жақыз акционер ретінде қадығалау жоқ сияқты? Сұрағыңызға сияқты деген сөзді қосқаның дұрыстау, оның қадығалау бар. Бұнау 388-ші жаңа кодексінің бабына сәйкес, біз 14 бағытта осы ақшаны жұмыс ауды қарастыр болдыңыз. Өзеріңіз байқасаныздар, бейілғы жылы біз қаумақ тақшаны, 200 миллиард ақшаны 94 проектиге тек қана қатты, тұрмысты қалдыққа жұмыс аудырым. Сосияқты бұл қаражат заңға сәйкес, тек қана қалдықтарды өтілесі жасауға. Оның үшінде бағына ұпақ қоқ келеміз, оның үшінде бұл әлектриске бағына әне құралдар жалпы. Мұнау неге? Ау-шарбас техника. Күнділікті мұнау транспортқа соларды өтилизациға жұмсалатын болады. Бүгінгі күнгі жинал құтқан қаражат біз енді жыл аяғына дейін, өзіміздің ойымыз бойынша сол 400 миллиардті яқшы жиналады. Соның 200 миллиардым біз бағына айтық қатты қалдық, тұрмыстық қалдыққа жұмыс аудырым. Неге? Өздерімізген бәлім, бізде мемлекетімізде осы тұрмыстық қалдықтың проблемасы жылдан жылға асқындап кеткен. Егер де біз бүгін осы 94 проекты, оның үшіндегі бағана саркиров күбәрін шештеп, біз практически ауылдық елді мекен ғана қалады, омез біз айналысы бадыңыз, бірақ обыстық денгейдегі қалылардың мәселесін біраз шамаға шештістаймыз. Сөптен, өздеріміз байқасаныздар, бұйыл біз мұнау автокредит авайын деген мәселе, өздеріміз ұлғиын арасықтанызды дүлдіретіңіздер, соңын бәріне қарастыма өтіріміз. Тек қана осы бағанағы материалдық, техникалық қамтамасы ету, бағанағы контейнерлер далып беру, қолқышығаратын автотранс далып беру, мысалы бағанағы саркировка, переработу жасайтын, одантыз бағанағы айтқан атқоттар электронны, электрический, жалпы ұпаковқы өздеріміз білестер, бұл ұпаковқылердің экологи келдеретін зияны өте көп, әрдірлі ұпаковқы өздеріміз білестер. Күмдерікті мастақанан бастап, контейнерлерін бар, бұтылқы, бар пластик, бәрі сұвардың бәрін, өңдеуге жұмсайымызды жаспарлық бойын. Бір жылда 400 миллиард тенге... 400 миллиард тенге тен өріңдер. Ол жаспар, ол жаспар. Бұл ұл жаспарлық өздеріміз біліңіз 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 біліңіз. Рахмет, Жаньяуранкаевы, өпроғыз Кейзет. Добрый день. У меня вопрос к господину Маджықпаеву. Скажите, пожалуйста, вот у нас не так давно были скандалы на Азиаде, Когда на спортсменах прямо во время соревнований рвалась форма спортивная, кроссовки рвались, они еще не начали соревнования, а кроссовки уже у них начали рваться. Также спортсмены жаловались, что после этого на них представители министерства оказывали давление, чтобы они не говорили об этом в социальных сетях и просили удалять свои посты и сторисы, о чем они говорили. Вот у нас через два месяца будет Олимпиада в Париже. Не повторится эта история с формой на Азиаде и всей той плохой организации и отсутствием условий для спортсменов, которые были на азиатских играх? Ну вот историю вы хорошо рассказали. На самом деле, все вы свидетели, что на азиатских играх у нас произошел форс-мажор с обувью спортивной и с формой. Там у нас были моменты на самом деле. Но после этого мы провели разбор полетов. Не только мы провели. Вы знаете, что следственные органы возбудили ряд уголовных дел, по которым сегодня идет следствие. Суда еще не было, поэтому комментировать, наверное, нет смысла. То, что мы делаем сегодня. Вот про то, что мы каким-то образом влияли, там адмористов включали и оказывали давление на спортсменов. Я об этом от вас в первый раз слышу. Может быть, на каком-то уровне это и было. Но для нас это было прозрачно, все понятно. Поэтому мы работаем, стараемся работать транспарентно. Вы видите, сколько мы с федерациями встречаемся, с главными тренерами встречаемся. Это постоянная работа у нас. То, что касается олимпийской формы, которую мы сегодня готовим. Вы знаете, что в январе месяце была создана комиссия. В комиссии у нас были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, общественные деятели, активисты, представители средств массовой информации, которые изъявили желание быть данной комиссией. На первом этапе мы думали, будет шквал каких-то предложений. Первый этап – это рассмотрение предложений наших дизайнеров. К сожалению, очень малое количество, шесть дизайнеров вышло. Но, скажем так, эти предложения не удовлетворили нашу комиссию. Было объявлено второй этап конкурса, на который вышло 15 дизайнеров. И, скажем так, появился лидер. Мы данную форму показывали и в парламенте, и вашим представителям средств массовой информации. Собирали в штабе. Вы знаете, что для координации подготовки к Олимпийским играм сегодня создан штаб. Это координация между национальным Олимпийским комитетом, это координация между федерациями, между министерством, госорганами и так далее. Поэтому этот штаб работает. В этом штабе вы можете увидеть, и у кого есть желание, вы всегда увидите ту форму, которая победила. Но то, что касается отличия нынешнего подхода, нынешняя форма, она вся будет шиться или готовиться за счет спонсорских средств. То есть ни одного тенге из налогов не потратили? Ни одного тенге из бюджета, да. Вот вы знаете, вы же погружены в эту тему, я так понял, что в Ханжоу там были все средства бюджетные. Здесь все средства будут наших спонсоров. Это люди, болеющие за нашу команду. Вот они решили оказать такое нам содействие. А стоимость одного комплекта? Я не могу сказать ничего, потому что не знаю порядок цифр. Но гарантируют спонсоры, что на них рваться не начнет прямо во время соревнований форма? Мы же отвечаем за эту ситуацию. Дело в том, что у нас всегда возникали проблемы с формами. Это на всех Олимпиадах такое было, с формой появлялась буквально за 2-3 дня. Мы надеемся, что в начале июля, то есть Олимпиада у нас стартует 24-го числа, вы знаете, июля месяца. Олимпийская форма у нас появится где-то в конце июня, в начале июля месяца. Ну а в целом, вот вы говорите, что вы делали анализ по пятибалльной шкале. Насколько вы оцениваете организацию азиатских игр? Потому что там были проблемы на самом деле не только с формой. Потому что когда мы разговаривали со спортсменами, они говорили, что организация была вообще на низшем уровне. Потому что вместо тренеров почему-то члены делегации своих приближенных водили, а не было нужных людей для самих спортсменов. Сложный вопрос. Дело в том, что в моей бытности меня министром, это первые мои азиатские игры. Просто хочу сказать про результаты. Конечно, наши результаты, 11 место, это не то, скажем так, место, которое соответствует нашей стране, нашим сборным и нашей подготовке. Мы завоевали 80 олимпийских медалей, из них 15 золотых. К сожалению, такая ситуация, как она есть. То, что касается людей, которые поехали вместо тренеров, я так не могу сказать, потому что на олимпийские игры совершенно другой подход. Азиатские игры, у кого средства ТТ ездили. Ни у одного спортсмена не было жалоб, что не было тренера, массажиста или врача. У олимпийских игр совершенно другой подход, совершенно другие правила. Сегодня у нас 50 лицензий, допустим. Мы планируем где-то порядка 70-80 лицензий. Олимпийский игр предполагает, что ровно половина от этой цифры, от количества лицензий, поедет сопровождающих на Олимпиаду. То есть у нас поедет условно 40 человек. И, конечно же, мы, как отраслевое министерство, как люди, которые болеют за спорт, за перспективу, за результаты, мы, конечно же, хотим, чтобы были тренера, наши массажисты, врачи и так далее, чтобы они были рядом. Но вот в это количество сложно, скажем так, всех включить. Поэтому тоже будут вопросы возникать. Мы должны быть к этому готовы. Мы знаем, что министры не очень любят прогнозировать. И, тем не менее, парижские игры принесут хоть одно золото Казахстану? Ну, вот, смотрите, давайте историю небольшую, раз такие вопросы. У нас два больших мероприятия в этом году. Это игры кочевников, которые в сентябре будут проходить. В среде больших соревнований, которые у нас идут, и Олимпийские игры, которые стартуют через 73 дня. 205 стран. Более 10,5 тысяч участников. 35 видов спорта выписать. Какой накал будет? Там уже нет таких, как на Азиаде, там случайные приехали ребята, противники, соперники. Сегодня, как я уже сказал, у нас 50 лицензий. Мы надеемся, что у нас будет от 70 до 80 лицензий. Это наша надежда. Сегодня сказать, какая перспектива, какие медали у нас будут, очень сложно. Почему? Потому что у нас еще впереди около 25 лицензионных рейтинговых турниров. Мы должны понять, кто у нас в составе. Наши, скажем так, не противники, как мы говорим, с кем мы будем боксировать, бороться и так далее, и так далее. То есть состав мы должны понять, кто из 16 человек и кто представляет. Исходя из этого, мы должны понять, как у нас жребий будет состояться. И мы потом поймем, какая перспектива. Сегодня мы ничего сказать не можем, потому что еще полной картины нет. Я хочу сказать, что буквально на прошлой неделе, на воскресенье мы завершили огромный турнир Гранд Слам по дзюдо. Наверное, многие журналисты там были. Неплохо наша команда выступила, очень серьезное напряжение. И вот буквально на будущей неделе будет чемпионат мира, и все, и мы поймем, кто у нас поедет по дзюдо. Сегодня у нас завершаются соревнования по борьбе, рейтинговые турниры в Таиланде. Ну, к сожалению, вы знаете, что впервые в истории Казахстана наши борчихи, скажем так, наши девушки остались без лицензий. Так же, как и тяжелые атлеты остались без лицензий. Ни одной лицензии, к сожалению, у нас нет. Но в то же время у нас появляются новые виды спорта, на которые мы будем ориентироваться. Давайте вот вы топ-3, как министр, назовете спортсменов казахстанских, от которых все-таки мы ожидаем хотя бы... Традиционно, традиционно. Вот вы мне не дали сказать, не досказать. У нас появились новые виды спорта. Стрельба. Никогда у нас стрельба, такого количества лицензий не было. У нас 6 лицензий. Никогда у нас не было по стрельбе из лука 5 лицензий. То есть могут быть какие-то определенные нежданчики, мы говорим, посмотрим. Топ-3, если вы хотите услышать, я так думаю, боксеры у нас не должны остаться без медалей. Я полагаю, что если наши теннисисты, вот как мы планируем, поедут, вы знаете, о ком я говорю, я думаю, что там тоже, возможно, у нас какие-то... То есть бокс, теннис и кто-то из видов борьбы. Рахмет. Гульнара Ерманова, 24КЗ. Недавно было объявлено о создании комитета по предупреждению ЧАЭС, на который потребуется около полутора миллиардов тенге. И вот хотелось бы услышать, для чего создается этот комитет, в какие сроки в целом, вообще в чем необходимость нового комитета? Гульнара Ерманова, очень хороший вопрос. Надо будет тоже здесь разъяснить правильно. Эти 1,6 миллиарда тенге, это не на один год было. На сегодняшний день это рассчитано на три года. И на 24-й год это будет чуть больше 300 миллионов тенге. И на следующие 25-26 годы это будет где-то около 650 миллионов тенге. То есть это не на один год, на три года. Потом мы должны понимать, что на сегодняшний день у нас в законе о гражданской защите есть обязанности центральных госорганов и местных исполнительных органов по предупреждению и ликвидации чечневой ситуации. Если есть обязанность, значит должна появиться ответственность. Если ответственность появляется, значит эту ответственность надо кому-то выявить. На сегодняшний день у нас в составе министерства по чечневой ситуации есть департамент предупреждения чечневой ситуации, у которого нет функции контроля. Поэтому по поручению главы государства сейчас вопрос прорабатывается по созданию комитета именно по проверке деятельности центральных госорганов и местных исполнительных органов по выполнению мероприятий предупреждения о чечневой ситуации. Сроки примерно? Точные сроки еще рано говорить. Сейчас мы только выставили проект постановления на обсуждение до 24 мая. Потом еще он должен рассматриваться на уровне государства органов заинтересованных. Потом вноситься в правительство, а там уже дальше продвигаться будет этот вопрос. Департамент будет видоизменен. У этого департамента в составе департамента ЧАЭС тоже есть отделы управления в регионах. Конечно же из числа этих людей будет создаваться. Но конечно будет чуть-чуть расширение. Почему? Потому что чтобы полноценно выполнять задачи, нам надо будет чуть увеличить количество людей. Конечно, в составе министерства. Но при этом еще в соцсетях были сообщения, хочу тоже разъяснить. При этом руководство министерства и министерство по очереди ЧАЭС не отходит в сторону. Он тоже будет отвечать. Почему? Потому что это в составе министерства по очереди ЧАЭС. Это ведомство, которое будет владеть функцией контроля. Спасибо. Вопрос к Ермеку Боранбаевичу. Касается он года туризма Казахстана в Китае. Какие мероприятия предполагает этот год? И в целом, когда нам ждать наплыва китайских туристов в Казахстане? Вы знаете, что глава государства данный год был обозначен как годом туризма Казахстана в Китае. 28-29 марта мы с большой делегацией турсообщества, туроператоры, инвесторы, туристы, около 500 человек, пронимало участие в открытии и на выставке, которую мы провели. Все 20 дестинаций, которые у нас есть, о которых мы сегодня говорили, наши области были представлены на данной выставке. Всё прошло по-деловому, без какой-то большой помпезности. Всё для того, чтобы заключить договора, для того, чтобы мы привлекали наших, скажем так, гостей в нашу страну. Мероприятия у нас будут продолжаться в течение года. По семи крупным регионам, провинциям будут проводиться мероприятия. Самые крупные – Сиянь, Пекин, Сиянь, Гуанчжоу, Шанхай, Урумчи. Вот такие крупные, скажем так, дестинации. И наши мероприятия будут носить тематический характер. То есть экотуризм, этнотуризм, медицинский туризм и так далее. Вот такие вот мероприятия. Закрытие мероприятия у нас будет в Алматы, ориентировочно, конец ноября, начало декабря месяца. Что мы ждём от этого? Вот вы знаете, что виза у нас ранее была 14 дней, сегодня она у нас 30 дней с Китаем. И буквально за те несколько месяцев, которые виза была 30 дней, поток туристов вырос в разы, 15 раз. Да, какие-то цифры они разные у нас от 10 до 20, но 15 раз – это вот таким образом. Если у нас годом ранее было порядка 70 тысяч туристов с Китая, то прошлый год мы завершили на уровне 327 тысяч. И, конечно же, этот поток будет расти. Такая же, вот если говорить про туризм дальше, такая же ситуация у нас с Индией. Мы ввели только визовый режим 14 дней, и тут же мы видим, что потоки туристов увеличились в разы, в три раза с Индией. Сколько средств потребовалось на то, чтобы провести вот эти вот мероприятия в рамках года Казахстана в Китае? Средства выделены на весь год. Сумму я не помню, мы вам дополнительно ответим. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . . . . . . . Бородской области мы решаем. То, что касается цен. Понятно. Если это Риксес, если это Виндом, если это наши другие отели, которые есть, 4-5 звезды, конечно же, там цены, ну скажем так, кусаются. Но в то же время там, ну можно найти гостиницу за 15 тысяч тенге и за 20 тысяч тенге и с питанием, и без питания. То есть в этом плане бизнес у нас очень такой, скажем так, развитой. Вот именно малосредний бизнес, еще из Кабаровской курортной зоны. Вот поэтому, я думаю, можно найти приемлемый вариант и для себя тоже. Это рынок, это рынок, конечно, этот вопрос будет решаться, а все зависит от конкуренции. И сегодня порядка 30 инвестпроектов в Кабаровской курортной зоне. И, скажем так, мы и местные исполнители создают все условия для того, чтобы была там конкуренция. Вопрос к министру экологии, вице-министру МЧС. Сейчас вот когда обсуждали подготовку пожарной опасности, говорилось о том, что будут техника, тягачи и так далее, и тому подобное. Но ни на одном слайде не было сказано, и ни один из Акимов, который вот участвовал в заседании и рапортовала подготовки, не сказал о наличии пожарных вертолетов и вертолетов с водосливами. Год назад, когда горел семью Ерманы, мы своими глазами видели, как эти два-три там резервных вертолета туда-сюда летали с ковшами, да, вот этими набирали воду. Почему у нас нет техники пожарной? И даже сейчас вот министр обороны говорил, да, что вы заранее говорите, когда вам технику тяжелую предоставить с заправкой и так далее. Вот вопрос, почему нет пожарных вертолетов в оснащении? Я, наверное, ищу туда. Почему нет, есть? Я могу сказать, что сегодня при авиалесохране, при нашей авиабазе лесной отрасли, имеется 15 авиаотделений, которые расположены на территории 10 областей. 10 областей – это наиболее горимые области. На юге – это у нас Житсу, Жамбул, Алмата. Центрально-северные – это вот пять областей – Ахмала, Кустана, Петропавловск, Караганда и Павлодар. Восточный Казахстан – Абай. У нас традиционно-исторические, во всех предприятиях, где мы, опять же, исторически так сложилось, имеется опасность высокой горимости. На постоянном круглосуточном дежурстве стоят борта. Да, на самом деле, вот до прошлого года у нас было меньше бортов вооружения, имеется в виду на дежурстве с водосливными устройствами и с пусковыми устройствами, вот когда десантники до с воздуха. На сегодняшний день 19 бортов уже оснащены, и только в семейском регионе сегодня у нас три борта стоят, в том числе борт Министерства обороны. И сегодня мы, благодаря утвержденному алгоритму взаимодействия между госорганами, мы очень оперативно реагируем на пожары. В этом году у нас в семейском регионе возник пожар, но благодаря четкому взаимодействию с силами обеих министерств мы смогли потушить при скорости ветра до 11 метров в секунду, но мы не давили, практически остановили на кромке, и практически уже первые деревья были охвачены пламенем, верховым пожаром. Но мы, благодаря отсложенной работе, потушили. И я уверен, что в этом году, когда 19 бортов, а такого никогда не было в истории лесного хозяйства, будут стоять в равнинной зоне, в сухих барах, ленточных барах при Вертышле, и в том же баровом, там сухие бары, они у нас более горимые, то я думаю, что мы в этом году сможем эффективно тушить лесные пожары. Теперь хочу сказать, что лесные пожары, они всегда были и будут. Вопрос в другом, вот как вы правильно заметили, это быстрое обнаружение, от этого зависит площадь пожара и быстрое реагирование. Вот над чем мы за это время поработали. На базе МЧС мы обучили 1335 наших бойцов. С 16-го проводим на территории семьи Урманы масштабные учения. Мы, куда следует отметить, будем привлекать и отрабатывать тему и трансграничного сотрудничества, скажем, по трансграничным пожарам. То есть будут привлечены и будет осуществлен переход людской силы и, скажем, техники Российской Федерации. То есть эта работа сейчас налажена. И я надеюсь, что таких пожаров, как в семье, мы исключим. Я могу чуть-чуть добавить к словам Ирлана Уральевича. Правильно отметили, что 19 бортов уже с водосливными устройствами они стоят. И надо сказать, что есть еще у нас силовые органы, у них тоже есть. В прошлом году, если вы помните, мы говорили, что водосливные устройства тоже для них были закуплены. На сегодняшний день таких бортов 18. Если конкретно сказать, в Министерстве обороны 8, в Национальной гвардии 5 и в Комитете национальной безопасности тоже 5. То есть это дополнительное, что мы будем выставлять. И еще мы не должны забывать, что в прошлом году была очень хорошая практика, опыт хороший был. И в этом году тоже мы повторяем. И сейчас уже мы выдвигаем свои механизированные силы и средства. Это в 28 лесохозяйственных предприятиях. Мы будем выставлять еще свои силы и средства с дозором. Спасибо. Спасибо. Ахмед. Кристина Колосовская, ЛосМедия. Здравствуйте. У меня будет два вопроса и один уточняющий. Первый вопрос к главе Минтуризма. Подскажите, пожалуйста, вот вы часто говорите, что форму на Олимпиаду будут шить за счет спонсорских средств. Но не называли в своих ответах, кто именно является спонсором. За чьи деньги будет форма? Деньги бизнеса. Но по их, скажем так, по их просьбе мы их не называем. Когда форма у нас будет, на руках они сами себя назовут. А не было такого, что мы вам форму, а вы нам что-нибудь в ответ? Ну, например, что в ответ? Ну, какое-нибудь покровительство, например. Ну, какое, например? Налоговы льготы. Каким образом можно налоговы льготы сделать? Это инициатива наших бизнес, скажем так, структур, которые переживают за развитие спорта. И они находятся и живут в обществе, они видят, скажем так, те проблемы, которые у нас есть. Их инициатива, мы поддержали инициативу. Второй вопрос, точнее первый вопрос к вам. Земли в курортных зонах принадлежат олигархам. Как известно, особенно самые привлекательные с точки зрения бизнеса. Проводили ли какой-то аудит по этим землям? Какой процент из них принадлежит людям из Форбс? Проверяли ли вы качество услуг этого их бизнеса? И принадлежат ли вашим родственникам или жене, например, турзоны или рестораны? Ну, если ко мне вопрос, да, вы прекрасно знаете, наша семья занимается бизнесом, но никакого отношения к Министерству туризма и спорта она не имеет. И какие земли есть у олигархов, я не в курсе, это не компетенция нашего министерства. И вы не проверяли, кому принадлежат базы? Это не наш вопрос. Кристина, переходите к следующему вопросу. Вопрос к главе Минэкологии. В рамках дела о гибели людей, семей Орманы, как известно, Антикор направлял представление о возможной дисциплинарной ответственности к сотруднику комитета лесного хозяйства Ерлана Кутпанбаева. Ведется ли в отношении него какое-то дело? Закрыли ли его? Проверяли ли вы своих подчиненных? Работает ли он на этом месте? Вы, наверное, знаете, вчера объявили приговор по ответственным лицам по пожару семьи Орманы. Я абсолютно точно не могу сказать, на какой стадии привлеченность нашего работника к пожару. Во всяком случае, данный человек находится на работе, и пока к нему со стороны правоохранительных органов претензий нет. Поэтому я констатирую факты. А у министерства нет никаких претензий? По работе нет претензий. Понятно. Рахмед, Якин Муканова, Спутник. Добрый день. У меня вопрос министру Мажикпаеву. Скажите, пожалуйста, ожидается ли в скором времени реформа в сфере футбола? По части их финансирования. Потому что футбол, мы знаем, финансируется из местного бюджета. Многие игроки в футбольных клубах – это легионеры, которые получают баснословные гонорары за свою работу. Но это на имидже отечественного футбола никак не сказывается, потому что международные турниры наша сборная проигрывает с треском. И помимо всего, я предполагаю, что с принятием нового закона о лудомании футбольный бюджет дохода футбольных клубов с рекламой букмекерских контор будет увеличен. Что вы скажете на этот счет? Ну что, я частично отвечал на этот вопрос. Легионеры – такая практика международная. Ожидается ли реформа финансирования футбольных клубов? Вот вопрос. Но вы же про легионеру говорили? Нет, я говорю про финансирование футбольных клубов. Реформа, да, ожидается. Конечно, вы знаете прекрасно, мы уже на всех пресс-конференциях, на встречах журналистов мы об этом говорим. Сегодня в парламенте находится закон о физико-культуре и спорте. Более 50 поправок будет носиться, в том числе и о легионерах. Про футбольные клубы, про финансирование. Потому что, я говорю, многимиллионные гонорары получают зарубежные игроки, но местный кадр никак не развивается. А вот эти футбольные клубы, они финансируются за счет местных бюджетов. Хорошо. Про финансирование местных футбольных клубов хочу сказать, что есть ограничения. Миллиард двести, все прекрасно слышали, наверное, есть такая цифра, один миллиард двести миллионов тенге. И один футболист, легионер не должен получать более двух миллионов тенге, если это речь идет о бюджетных средствах. И количество, когда ввели в 2018-2019 году данную норму, количество легионеров в разы сократилось. Если у нас оно было более 600, сегодня чуть более 200 человек легионеров в наших клубах есть, в том числе и в футболе. Скажите, пожалуйста, вы сами как министр не думаете, что лучше отправить футбольные клубы в свободное плавание, чтобы они сами себя финансировали? Это не такая развитая индустрия у нас, чтобы она сама по себе плыла. Тогда я понимаю про футбол, седьмое и седьмое место в рейтинге. Мы, конечно, недовольны некоторыми нашими играми, но тем не менее, тем не менее, это наша команда, мы обязаны и должны поддерживать. Почему? Потому что за каждым болельщиком, вернее, за каждым клубом есть огромное количество фанатов, болельщиков. Поэтому сегодня, если мы отпустим свободное плавание, я думаю, мы просто потеряем футбол. Мы это видим. У нас, потому что есть одна очень серьёзная тема, это приоритизация видов спорта. Сегодня в Казахстане у нас развивается 180 видов спорта, вы тоже об этом, наверное, слышали. Наша задача, которая финансируется бюджет, наша задача в ближайшие 3-4 года сократить количество финансированного бюджета до 60 видов. Вот до 60 видов спорта. Вот эту работу мы будем вести, в том числе и финансирование футбола. Но в то же время мы должны, знаете, вот вокруг этих, скажем так, наших клубных команд, их хорошая достойная молодёжь растёт. Вы же видите, как неплохо выезжают наши молодёжь и принимают участие. То есть, благодаря той игре, которая у нас сегодня есть, за те клубы, которые мы переживаем, у них очень серьёзные школы. Вот и эту инициативу у нас, скажем так, по развитию школ очень хорошо поддерживают наши мистера. Это Турлов Тимур, вы знаете, да? Он создал Куджи Лигу. Это всё для детей, для молодёжи. Мадрид Атлетика у нас, скажем так, будет вкладывать средства для того, чтобы детские школы появились. Вчера мы ещё принимали несколько инвесторов, которые хотят создать спортивные школы. И это всё благодаря тому, что интерес есть у нас к футболу. М. Рахмед Айнурковский на Total KZ. Добрый день. У меня один такой небольшой уточняющий вопрос. Господин Маржик Павел, вы только что сказали по поводу бизнеса своей жены. Я правильно понимаю, это сеть отелей и там, по-моему, санатория в береге Бурабай? Да, вы правильно сказали. Уже я об этом несколько раз говорил. До прихода на государственную службу, до 2008 года мы занимались бизнесом. В будущем году этому предприятию, которое назвали, будет 30 лет. И это предприятие развивалось задолго до того, как я пришёл на государственную службу. А скажите, вот сейчас, когда вы стали министром туризма и спорта, вы не считаете, что есть конфликт интересов? Ну вот расскажите мне, какой конфликт интересов может быть у министра и у тех маленьких отелей, которые там располагаются. Как это можно вообще представить? Этот вопрос задаётся периодически, но я не могу понять механизм, как можно их связать между собой. Министерство туризма отраслевое и те объекты, которые находятся на территориях. Каким образом? То есть вы не считаете, что... Не считаю. И никакого конфликта интересов нет. Второй вопрос касается финансирования строительства инфраструктуры к объектам туризма. Это туризма, но знаете, вот сейчас, например, стыдно людей возить на Божжеру, стыдно людей возить в тот же Боровое, ну потому что нет, простите, даже простых элементарных. То есть если когда ты едешь в те же Эмираты, у тебя в пустыне есть туалет, а здесь даже в окрестностях населённого пункта нет. Кто финансирует, за чей счёт это ведётся, и почему у нас до сих пор Божжера уже как бы, да, стала такой нашей, скажем так, визитной карточкой в международном плане, но до сих пор там невозможно. Только бедуинский вариант сходить в туалет. Айнура, очень хороший вопрос. Наверное, не случайно сегодня глава правительства именно этот вопрос поставил на заслушивание, на наш отчёт. И вы, наверное, слышали, сколько вопросов мы подняли перед местными исполнительными органами. Подняли те вопросы, которые волнуют сегодня наших граждан. Есть меры государственной поддержки, которые внедрили в 2022 году. Сегодня мы о них докладывали. В 2023 году мы подводили итоги. То есть строительство туристических объектов сегодня, если мы строим туристический объект, 10% возмещения. Если мы приобретаем, условно говоря, технику, автотехнику именно для наших туристических объектов, то 25% скидка. Если мы приобретаем горнолыжное оборудование, я в целом, когда вы говорите, почему развитие такое слабое, 25% на это оборудование государством выплачивается. Kids go free программа, замечательная программа. Если в 2021 году у нас летало условно 70 детей бесплатно, то в прошлом году 2000 детей. Это же мультипликативный эффект, и родители, и семьи с ними вместе ездят. Кроме этого, сегодня для того, чтобы новые отели появлялись, сегодня было объявлено о том, что срок кредитования 7 лет мы подняли до 10, и процент будет субсидироваться. Это тоже очень хорошая наша победа. И когда мы говорим о том, что у нас инфраструктура не хватает, это не сегодня, не вчера появилось. Это проблема наших лет, которые, скажем так, исторически так сложилось. Поэтому сегодня и БОСЖРА, и все остальное, у нас, вы знаете, было топ-10 туристических дестинаций. Топ-10 нового глава правительства, Ложа Собаевич сказал, у нас должно быть 20 дестинаций. То есть вместе с акиматами областей сегодня мы развиваем 20 дестинаций. В каждой области есть направление, туристическая дестинация, которую данная область должна развивать вместе с нами, вместе с республиканским бюджетом. Туалеты когда появятся? Туалеты, про туалеты, нет, про туалеты был вопрос, про туалеты был вопрос. У нас задача около 500 туалетов. 300 туалетов мы уже построили в местах массового скопления, и в ближайшие два года мы построим еще 100 туалетов. Это не то, что туалеты, это нормальные санитарно-генические узлы. А где вы их строите? Мы видим, они в тех местах, вы расскажите, где вы их строите. А я вам, Айнур, представлю карту, где мы построили. Я вам сегодня до конца рабочего дня представлю. Вот председатель комитета туризма здесь присутствует, он сегодня в течение дня вам представит. Но самые посещаемые объекты, самые посещаемые объекты, коллеги, наверное, не дадут соврать, самые посещаемые объекты, но страшно, но стыдно туда, не поедет туда никогда иностранный турист, никогда. Мы признаем эту проблему, она есть. И она появилась не то, что мы работаем 10 месяцев, и эта проблема появилась, она исторически так сложилась. Но мы предпринимаем меры для того, чтобы эти вопросы решить. Понятно, что сегодня очень слабая в некоторых регионах инфраструктура, дороги, подвод электричества и так далее, системы жизнедеятельности той или иной зоны, как его, рекреационной зоны. И в основном все пытаются развивать туризм в национальных парках. Почему? Потому что мы все понимаем, когда говорим о национальном парке, это Боровое, это Баянаул, это Каркаролинск и так далее. Это Катон. И сегодня, понимая эту проблему, мы зашли с поправками в лесной кодекс и закон об особо охраняемых территориях. И даем возможность местным инфраструктурганам за счет местного бюджета строить дороги и другие виды инфраструктуры, понимая, что турист приезжает в их область. И эта норма, она сегодня на рабочих группах поддержана депутатами. И я думаю, что мы к осени получим норму. И тогда мы практически сократим срок получения возможности строить дороги. Если на сегодняшний день, чтобы в особо охраняемых территориях, как национальной партии, построить дорогу, время занимает полтора-два года, это что? Это научное обоснование. Это перевод земель, гости из фонда, находящихся в особо охраняемой территории, в земли запаса. А потом уже, сейчас мы без перевода. Земля остается под дорогами в ведении лесной отрасли, а дорога будет на балансе у местников. Вот, например, скажем, это характерно для Каркаролинска сейчас, где мы только начинаем развивать туризм вместе с Министерством туризма. Это вот Восток сегодня выступал Кочурбаев, Котон Карагай. Вот недавно только мы провели ряд совещаний по трём национальным паркам Байонавул, Кушитау и Котон, начинаем уже отрабатывать в таком же режиме, как мы три года или четыре года назад начинали работу в Кульсай-Кульдюре, Чарынский каньоны, Алтын-Эмель. И здесь, опять же, всё упирается в инфраструктуру. Поэтому мы приняли решение внести поправки, которые нам позволят, в общем-то, решить эту проблему. Спасибо. И у меня вопрос представителю ЧАЭС. Когда в этом году, когда у нас начались потопы, наводнения, привлекалось очень много солдат срочной службы. Понятно, что обмундирование их не подходит. Если это не химбойска, то это простые кирзовые сапоги. И просто элементарно не было резиновых сапог или резиновых перчаток. Скажите, пожалуйста, с опытом вот этого вот наводнения теперь вы будете, скажем, в резерв, запас, вот такие обувь специализированную? Ну, чтобы солдаты-срочники, это 18-летние дети, не ходили в промокшей обуви. Айнур, я с вами здесь не совсем соглашусь насчет того, что не было резиновых сапог, резиновых там еще что-то, да? Если вы заметили, еще раз и вот повторюсь, в телеграм-канал МЧС подпишитесь, вы подписаны там. Посмотрите, в чем наши солдаты ходят, в чем наши спасатели ходят. У них не то, что резиновые сапоги, у них вейдерсы. То есть до груди такие вот не одевают потом. Мы говорим про солдатов-срочников. Солдатов-срочников тоже. Теперь смотрите, если солдат-срочник, он находится там в берцах, кстати, кирзовых сапогов уже давно нету в нормах. Я условно сказала, в берцах. Да, в нормах, да. Поэтому, чтобы народ правильно понимал, вы правильную информацию, я надеюсь, доведете до народа, кирзовых сапогов уже давно нету у нас в нормах. Сейчас у нас у наших солдат берцы. Если солдаты наши ходили в берцах и таскали, скажем так, мешкотару с песком, да, они ходили именно по тем местам, где сухо, чтобы, говорится, возводить дамбы и валы. А именно кто у нас работал в подтопленных населенных пунктах и местах, вы обратите внимание, все на фото и видео, там все в веберсах. Да, вы правильно говорите, за последние три года много изменений произошли у нас в нормах оснащения, и в том числе именно по реагированию не только на пожары, и по реагированию на разного рода чрезвычайные ситуации, в том числе как раз паводки и химические герцы, чрезвычайные ситуации и так далее. Поэтому я думаю, что в этом направлении мы будем дальше развиваться. Конечно же, появятся, наверное, и новые герцы обмундирования, новое оборудование. Это неизбежно. Спасибо, Айнур. Я вам задала прямой вопрос, и не получила на него ответ. Будет ли резерв МЧС увеличиваться на вот эти специализированные обувь и одежду именно для привлекаемых специалистов, привлекаемых извне, не самих спасателей? Я вам сказал уже, что у нас наименование поменялось. Да, в этом наименовании уже есть такие вещи. И для привлекаемых, если вы заметили, да, кроме волонтеров, все, скажем, силовые структуры, у них тоже свои есть нормы оснащения. А так у нас, да, для оперативного реагирования на АЧС у нас уже номенклатура госмодрезерва изменена. Спасибо. Спасибо. Рахмет, Айнур. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok